а важнейшие все-таки является последствия последних ракетных ударов киева и вот в каком контексте дело в том что использовались ракеты кинжал которая является гиперзу гиперзвуковыми и такими сякими и что они не сбиваемые путин об этом говорил что он типа перещелкает все патриоты патриоты системы и так далее но кончилось как обычно да то есть вот эти шесть последних ракет были сбиты а перед этим я вот был в киеве 9 мая на 9 мая сбита была одна ракета и в общем несмотря на то что сдавлено таскать минобороны рф комментирует что одна из установок патриот она все-таки была повреждена сегодня уже заявили от уже восстановлен что там был повреждено и так далее но это ведь очень существенное событие о нем западная пресса обильно пишут потому сколько ну хотим мы того не хотим война в украине это еще и полигон испытания различных видов вооружения и москва не заболевали этим да и запад отчасти и разговоры были такие да у нас все плохо может быть говорили в россии может быть и коррупция и хреновое управление но вы знаете все таки все таки да армия 2 а в пк у нас производит ну хотя бы ракетные но передовые вооружения может плохо с арматами еще чем-то но вот ракетная техника у нас самая передавая и тогда все понимали что это не так и даже не как бы вы думали что у нас сейчас где то есть два конца ракетных а таки раз у нас еще не было то есть ли это просто такая вот как раз у нас конечно и экземплярае и ему но сейчас на и то есть у нас это было за счет до сомнения в день уже как-то на и то есть а вот начальниurg на ракетных на ракетных поэндии мы тут не проиграли а вот и то есть что искренне неarpен а то есть на самом деле, но мы просто вот это все анализируем чем это для гонки вооружений первое, технологиями микроэлектроникой в первую очередь и изделиями, скажем там высокие технологии, это двигатели и так далее но микроэлектроника играет огромную роль во всем этом, сейчас все управляемо все роботизировано, все компьютеризировано и так далее, тут у нас как говорится, вообще стратегическое отставание оно отставание на десятилетия если не на полстолетия у нас была какая-то одна единственная компания, ко мне приходил как-то помощник президента я давно просто знаю и он сказал, что мы единственная компания, которая выпускает суперкомпьютеры, я сейчас не помню как она называлась она известная и вот он мне объяснял, что они там делают такие микропроцессоры пятый компьютер тогда на тот момент работал где-то в берлинском научном центре и был произведен российской компанией, но когда я стал с ним разговаривать, я говорю, слушай, а ты мне объясни, чего производите мы все производим в Тайване и вот у нас там шахтинг 18 микрон, а российская там делает промышленность максимум, что она может сделать там 150-180 микрон поэтому, говорит, мы делаем на одном там квадратном миллиметре в 10 раз больше транзисторов а это определяет, в общем-то, все возможности так сказать и так далее трекарационные возможности и прочих систем их надежность, долговечность, прочность и так далее потому что, ну как работает западная техника там делают 300% гарантии вышел из строя один контур, второй остался вышел второй из строя, еще можно на третьем работать а потом меняют изделия вот, и поэтому микроэлектроника и вот высокие технологии с точки зрения там всяких сплавов что такое гиперзвук? это огромная скорость которая развивает снаряд там ракета в атмосфере при этом идет дикое трение дикий нагрев значит нужны специальные сплавы которые будут держать эту температуру какое-то время, чтобы все не развалилось не превратилось в огненный шар который взрывается в себе как тунгусский метеорит тунгусский метеорит это вот гиперзвуковое оружие которое упало на землю по большому счету вот что из себя представляет гиперзвук поэтому у нее есть физические ограничения и это первое что касается гонки поэтому так как Россия здесь остается стратегически у нас нет своих микросхем мы их все покупали и продолжаем покупать у нас нет там своих сплавов у нас там под Москвой попытались выпустить автобус этот самый Мерседес и не смогли а знаешь почему? нет они смогли сделать сплав необходимый для рамы Мерседеса они хотели производить и пришли опять на отверточную сборку к раме приворачивать там чего-то то есть мы не можем производить сейчас высокотехнологические изделия и предметы которые являются основой современного оружия это вот совершенно установленный факт теперь дальше берем так немножко чуть-чуть там типа мы знаем предмет где-то Россия экспортировала в год своего оружия различного оружия ну примерно 15-17 миллиардов долларов ну не такая уж большая цифра в сравнении с углеводородами другими средствами с этими товарами но все-таки это готовые изделия там на 15-17 иногда на 12-ю давалось миллиардов отправить за рубеж а теперь начинаем по-честному смотреть куда мы их отправляли и как мы давали третьим странам не очень развитым не очень богатым кредиты и они на наши кредиты на наши деньги покупали у нас же это оружие таких сделок по покупке нашего оружия чтобы просто было понятно подавляющее большинство то есть мы же сами финансируем свой оборонный комплекс через раздачу кредитов третьим странам и эти кредиты многие они оказались невозвратными мы списали я говорю Россия списала вот этих кредитов безвозвратных которые сейчас СССР СССР же эту практику ввел покупать продавать всякими африканскими афригосянскими странам которые там как перчатки так сказать вернее которые там превращались в диктатуры и военные хунты и вот таким образом продавалось наше оружие значительная очень большая часть потому что там Индия перестала у нас покупать ракеты даже вот совместные там ракеты как она называлась сделали и Индия отказалась покупать дальнейшую дальнейшую разработку российской ракеты мы будем делать сами поэтому российский экспорт оружия по своему направлению носил в основном характер продажи третьим странам потому что дешевле F-16 стоит там 8 миллионов долларов а МИГ-29 да стоит вместе со всем этим со всем все-все-все-все с обучающими комплексами стоит 20 миллионов или там 25 вот разница и поэтому вот эти страны говорят дайте нам кредит мы лучше на этот кредит купим 4 российских самолета чем мы купим один американский а американский самолет понятно что он обладает другими техническими данными и поэтому мы-то гонку вооружения на самом деле проиграли давно давно и это было понятно я еще когда работал молодым сотрудником ГБССР знаешь у нас каждому ставили задачу сотруднику Марк какой знаешь какую задачу ставили ну так какую не знаешь что-нибудь украсть на западе ну понятно через знакомых друзей товарищей доверенных лиц и так далее если можешь чего-нибудь украсть вот у тебя едет человек и он может что-то стырить есть более точное слово с мордом пиза вот такой хороший город вот сделайте пожалуйста получите награду мы тогда уже тырили все что только могли все что плохо лежало в мире через третьи фирмы через третьи страны через какие-то кривые схемы что там будут возил по всему миру привыкли возить вот по этим схемам вот поэтому конечно соответственно и тогда тырили а сейчас тем более а сейчас я знаю мне говорят ребята с производства у нас все кончилось микросхемой мы ничего обыскать не можем у нас нет хорошей оптики у нас оптики нет хорошей мы ее все покупали там где-то за рубежом в Японии в Германии и так далее и тому подобное американские там оптики нет линз нет сплавы не выделили ну только сейчас сделали что-то по сплавам сколько там выделили сплавы доводили дома самолет пятого поколения где он один летает один совсем один а мы даже не знаем летает а какая-нибудь Дания покупает по 35 самолетов Финляндия покупает по 40 самолетов американцы вот этого пятого поколения один самолет пятого поколения спокойно уничтожает 4-5 самолетов, 4+. Вот и все. Вот качество вооружений. Поэтому, конечно, мы гонку вооружений давно проиграли, но что они делают? Мы проиграли вам по качеству, мы проиграли вам по точности, мы проиграли вам по мощности, по дальности и так далее. Но мы возьмем валом. Мы же выпускали в Советском Союзе втором месте металл. Он, конечно, был дерьмо полное, но его было много. Знаешь, как в анекдоте, я говорю, знают, чем кормить народ, как говорит Фоменко в русском районе. Он же не будет это есть. Мы выпускаем валом. Если уж стволов этих артиллерийских, пусть они кривые, пусть они никакие, пусть они стреляют, пусть разбросы наряда. Снаряды мы не можем выпустить. В артиллерии, знаешь, вот эти ящики? Вот мои колонны, там, артиллерийское училище. Я никакой не военный. Я там служил срочным ПВО. А у меня все друзья там офицеры, военные, полковники, генералы и так далее. Они говорят, у нас на каждом ящике снарядов либо плюсы стоят, либо минусы. Я говорю, что это такое? А это, говорит, либо перевес, либо недовес. Потому что наша промышленность не способна произвести снаряд, скажем, ровно 46 килограмм, или там 15 килограмм. Она обязательно произведет либо 15 с плюсом, либо 15 с минусом. И на производстве сортируют эти снаряды по разным ящикам. На них ставят количество плюсов или минусов, которые соответствуют недостаче веса или перемесу. И артиллерийское, которое там сидит, рассчитывает, как должен. Снаряд, баллистика. Бросил камень, вот и все. И все, параметр скорости, высота, и все понятно, куда он упадет. Так они еще вводят эти поправки, вот эти плюсы и минусы. И поэтому наши снаряды летят иногда куда угодно, кроме как не в цели. Поэтому надо выпустить 10 снарядов, чтобы один, может быть, попал. И вот когда мы говорим о гонке вооружений, так уже никто не воюет. Так уже никто сейчас не воюет в современной стране. Выстрелил, убил. Выстрелил, убил. Вот они сейчас идут так. И поэтому оружие становится совершенно другое. Оно, конечно, может быть более дорогое. Но не нужно выпускать 10 снарядов. Второй точно накроет. То есть там 4, 5, 6 раз меньше требуется боеприпасов. А что такое 5, 6 раз меньше боеприпасов? Одну машину боеприпасов привезли, и ее хватает. И лишь 6 нужно притащить. И получается, что ни по логистике мы не можем, ни по точности, ни по мощности, ни по глубине поражения, ни по каким-то там другим характеристикам. Мы все проиграли. Проиграли не потому, что мы тупые, не потому, что мы плохие, не потому, что мы там не соображающие. У нас нормальные инженеры, у нас нормальные ученые. У нас хорошие мозги. У нас было нормальное образование в технических вузах. Это я точно знаю. Так, система поганая, разворованная, заформализованная. Значит, вот эти инфективные монагеры, которые все расстрелили, разворовали, которые они черта не соображают. И вот эти командные распилы и так далее. И естественно, а чем отличается оборонный комплекс от производства? Оборонный комплекс, могу сказать, зачем он отличается. Его больше разворовывать, потому что там дармовой, бюджетный, государственный. И если у хозяина не украдешь частные компании, вот почему американские многие компании оружейные частные? Да все практически. Они все не государственные. Там нет государства. Греб ты у них чего украдешь. А вот не украдешь. А когда вот этот Ростех, что такое Ростех? Да черная дыра. Любая, ты знаешь, Ростеху сколько там денег схлопывается в какие-то точки определенные, карманные. Любая черная дыра скажет, что я какую-то засасываю, засасываю, сосу газ, соседние звезды или планеты засасываю. А там ребята деньги засасывают в эту черную дыру. Это Ростех. Ростех. Все разворовано. Росвор. 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 Прямо название такое. Росвор. А что? Все правильно. А как по-другому-то? Росвор. Все. У них весь комплекс Росвор называется. Как хочешь, что ты шифровый. Росвор. 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 Росвор.